Приветствую вас на канале StarLife TV. В этом видео я расскажу о символике и подмене знаменитостей в новом клипе Филиппа Киркорова и Маруф на песню Камильфо. 30 апреля королю российской эстрады Филиппу Киркорову исполнилось 54 года. По этому случаю он презентовал свое новое творение, исполненное совместно с украинской певицей Маруф. Несмотря на относительно небольшое количество просмотров, клип на песню Камильфо занял первые позиции трендов ютуба и продолжает оставаться там. Ролик Киркорова представляет собой открытый рассказ о подмене знаменитостей. Кроме того, в нем содержится известная нам символика. Интересно, что клип вышел как раз в преддверии Вальпургиевой ночи, считающейся одним из главных праздников сатанистов. На это сделал акцент и сам Филипп во время программы «Вечерний Ургант». Премьера клипа пришлась еще и на Страстную Пятницу, о чем также не забыли упомянуть Киркоров и Маруф. При этом они словно насмехались над главным праздником христиан. Но это еще не все странности эфира «Вечерний Ургант» от 30 апреля. Филиппа поздравили с днем рождения огромным тортом в виде Николая Баскова. При этом Маруф и Ургант с упоением разрывали его на части и ели его. Артисты в шутку сказали, что их новый клип основан на реальных событиях, видимо подразумевая лечение Киркорова в психиатрической клинике Израиля в 2010 году. Но как мы знаем, прием выдавать правду под видом шутки часто используется знаменитостями. А потому под реальными событиями вполне могла подразумеваться именно концовка клипа. Естественно, что клип Киркорова и Маруф показали по первому каналу на всю страну. При просмотре ролика даже невооруженным глазом можно заметить, что его тематика полностью соответствует той самой Вальпургиевой ночи. На первых секундах мы видим жутких персонажей, похожих на обитателей преисподней. Сперва появляется существо в драгоценных камнях, которое любуется на себя в зеркало. Следом мы видим женщину в латексе с черным младенцем, над которым она водит рукой. Позже показывается ее раздвоенный язык, дающий отсылку к рептилиям. Кроме того, на ее голове надета шляпа, напоминающая кольца Сатурна, а значит, дающая намек на соответствующий культ. Этот образ дает отсылку к веществу из фильма «Страх и ненависть» в Лас-Вегасе. То есть показано, как эти существа тянут энергию детей. Третий персонаж – это мужчина, облепленный бабочками. Его образ дает отсылку к программе контроля сознания МК Ультра, главным символом которой является бабочка-монарх. Также здесь присутствует женщина с фиолетовой кожей, похожая на инопланетянку, парень под капельницей с красной жидкостью, сиамские близнецы, собирающие из таблеток сердце, невеста с оборванной фатой, задувающая пламя зажигалки и татуированный мужчина с жутким пирсингом. На его теле можно рассмотреть известную нам символику – изображение демонов, всевидящее око, перевернутую пирамиду и череп. В помещении, где находятся все эти фрики, выложен шахматный пол. Такой пол обычно бывает в масонских ложах. Символизирует он единство добра и зла. Похоже, что все эти люди сошли с ума и находятся в психиатрической лечебнице. Все они могут символизировать нашу современную эстраду. Именно сюда Маруф в роли медсестры катит на инвалидной коляске Филиппа Киркорова. Так как Киркоров на эстраде давно, он, судя по всему, уже устал от всего этого. Взгляд его потерянный и безрадостный. В этот момент начинается песня. Слова ее весьма символичные. Ты в его сетях, и не светит лучшего уже. Стал мир бесцветен, и букет из роз не по душе. Вероятно, что речь идет о дьяволе, которому артисты продали свои души. Теперь он полностью распоряжается жизнями звезд, а простые вещи перестали их радовать. Филиппа завозят в палату к фрикам, где главная медсестра раскладывает по стаканам таблетки. На ее глазу находится повязка, как у пирата. Тем самым подчеркивается символ всевидящего ока. Эти же образы говорят о том, что именно иллюминаты руководят всем шоу-бизнесом и определяют, кто, когда и какие таблетки будет пить. Далее мы видим, как Маруф подносит Киркорову лекарства, но он отказывается их пить. Артист бьет рукой по подносу, и таблетки разлетаются в разные стороны. Тут же показывается недовольное лицо медсестры с повязкой на глазу. Филиппа хватают санитары, а все фрики вокруг смеются, словно злорадствуя тому, что ожидает Киркорова дальше. Одноглазая медсестра берет в руки шприц с розовой жидкостью и злобно улыбается. Вероятно, что данная сцена символично изображает, что происходит с артистами, если они не хотят подчиняться правилам иллюминатов и желают выйти из системы. Розовая жидкость внутри шприца символизирует вещество из фильма «Страх и ненависть» в Лас-Вегасе, на которую подсаживают звезд. То есть просто так выйти из той самой палаты с шахматным полом никому уже не получится. Далее мы видим фрагмент из новостей, где ведущая говорит о том, что Филипп Киркоров пропал, и его уже три недели не могут найти. Образ ведущей также весьма символичен. У нее непропорционально широкие плечи, а голова словно вывернута на 180 градусов. Она напоминает тех же обитателей палаты с сумасшедшими, что в свою очередь намекает на связь новостных каналов с обществом иллюминатов. На следующих кадрах клипа Киркоров сидит в одиночной палате, стены которой обиты матрасами. Маруф все это время стоит у входа и наблюдает за ним. Она словно ждет, когда же певец одумается и согласится выпить таблетки. Но Филипп не преклонен и недовольно отворачивается от медсестры. Самым же символичным моментом клипа является его финал. Сначала нам показывают, как в стенах лечебницы человеку делают пластическую операцию. Его лицо замотано бинтами, и мы не видим, кто скрывается под ними. Затем этот мужчина с перевязанным лицом шагает по коридору и подходит к Маруф. Она снимает с него бинты, и под ними оказывается двойник Киркорова. Настоящий певец с изумлением смотрит на все происходящее, в то время, как Маруф с клоном Филиппа уходит под ручку, оставляя настоящего Киркорова запертым в палате. То есть, настоящего артиста подменили двойником. Сами создатели клипа объясняют его финал так. Коварная медсестра создала клон Киркорова, так как она влюбилась в него, а тот не отвечал ей взаимностью. В итоге она добилась своего и отомстила настоящему Филиппу. На деле же нам напрямую показывают, как происходит подмена знаменитостей. Тех, кто отказывается выполнять требования системы, просто устраняют, заменяя двойниками, готовыми на все. Помимо символики и явного дьявольского подтекста, клип в целом нацелен на деморализацию и деградацию населения. В ролике присутствует реклама алкоголя, пошлость и разврат. Сам Филипп рекламирует средства от диареи, выходя из туалета. К слову, в этот момент на нем надет пиджак под цвет шахматной доски, являющийся одним из главных символов иллюминатов. Кроме того, в песне содержится ненормативная лексика, которая неоднократно слышится из уст Киркорова и Маруф. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки.